Вы же всегда недовольны своими коммунальщиками, да? Слушай, ну по-разному бывает. У меня вот прорвалось стояк в квартире, и буквально... Хорошо, либо довольны, либо недовольны. По-разному, по-разному. Вот, почему об этом заговорили, потому что только что в правительстве прошли, ну, только что несколько дней назад, первые в этом году экзамены для коммунальщиков. Есть и такие. И сегодня у нас в гостях Дмитрий Александрович Зубарев, начальник главного управления регионального госконтроля и лицензирования правительства Хабаровского края. Здравствуйте. Здравствуйте. А вот экзамен для коммунальщиков, что он из себя представляет? Это вот всех коммунальщиков собрали или каких-то конкретных и проверяют? Нет, если рассматривать с точки зрения закона, это является лицензионным требованием, оно распространяет свое действие на высшие должностные лица управляющих организаций. То есть руководители управляют, ТСЖ, они должны соответствовать определенным стандартам? Ну, не всех руководителей, то есть в зависимости от устава это самое высшее должностное лицо. Генеральный директор, директор, начальник, руководитель и так далее, в зависимости от наименования. А как оно проводится? Собирается у вас в главном управлении, да? Да, проводится в органе государственного жилищного надзора. Это проводится в форме компьютерного тестирования. Есть утвержденный перечень вопросов, их всего 200 на федеральном уровне. Они утверждены, да. Приходит кандидат по заявлению, садится и проходит тест на нашем компьютере. На это уходит 2 часа, ну, максимальный лимит времени. И ему задается 100 случайных вопросов из этого перечня. Ну, то есть половину. Да. Для того, чтобы кандидат был признан прошедшим тестированием, ему надо набрать 86% правильных ответов. Не слабо. Ну, это похоже на ЕГЭ в школе, да? Очень похоже, да. Как на права сдаешь, когда экзамен. А кто вот, потому что в свое время, когда ЕГЭ только начались, долго спорили, кто сочиняет те вопросы, и правильно ли вот этот список вопросов вы сочиняли, либо он единый по стране? Перечень вопросов, он утвержден федеральным органом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Вы знаете, вот мне интересно, ну, разные управляющие компании, разные руководители, но бывает ведь так, что учредитель может, например, вот направить, инвестировать какие-то деньги просто в свой бизнес и открыть, например, управляющую компанию, да? Там может быть наемный руководитель, ему тоже нужно будет проходить. И вот это проходят впервые те, кто становятся руководителями, да? Или это ежегодная процедура или нет? Ну, смотрите, чтобы стать руководителем управляющей организации, нужно 100% иметь квалификационный аттестат. То есть по-другому быть не может. Раз в пять лет требуется пересдача с целью подтверждения своих знаний. Логично. Ну, в этот раз, насколько я знаю, из 12 человек руководители успешно сдали только 7, да? Все верно. А тот, кто не сдал, он лишается лицензии, либо отправляется на пересдачу? Такого требования нет, что лишается лицензии в связи с не сдачей. Но данное должностное лицо не может занимать должность руководителя до того, как не получит квалификационный аттестат. Это сразу после того, как он провалил экзамен? С этого момента? Если мы говорим про подтверждение, да, раз в пять лет, да, он после этого момента, он не должен занимать данную должность. Поэтому это его стимул своего рода сдать как можно быстрее экзамен. А вот мы до этого несколько раз обсуждали так называемый рейтинг управляющих компаний, да? Вот результаты экзаменов, которые сдают руководители этой управляющей компании, на рейтинг управляющей компании как-то влияет или нет? В широком смысле, да, влияет, поскольку при фиксации нарушения отсутствия квалификационного аттестата у руководителя организации фиксируется нарушение лицензионных требований, и, соответственно, любое нарушение, оно влияет на снижение балла в рейтинге. Но как отдельный какой-то критерий рейтинга нет, такого не существует, и мы не учитываем это. А что за вопросы, которые задаются вот такому руководителю? То есть, понятное дело, что это не что делать, как устранить протечку стояка, да, скорее всего. Это какие-то вопросы по управлению управляющей компанией, или это как раз-таки вопросы по юридическим каким-то нюансам в момент? Там достаточно широкий перечень вопросов, начиная от содержания общего имущества, о сроках проведения капитального ремонта, о предоставлении коммунальных услуг, обслуживании газового оборудования, о размещении информации и так далее, и так далее. Там очень широкий перечень вопросов. Ну, а если у нас в доме ТСЖ, председатель ТСЖ обязан сдавать или нет? Вот, казалось бы, логично, да, что если сравнивать круг обязанностей ТСЖ и управляющей организации, они плюс-минус одинаковые. Ну, в принципе, да. Но раз это лицензионное требование, а ТСЖ у нас не подлежит лицензированию, то в отношении них, к сожалению, оно и не распространяется. Ну, насколько я знаю, вы, в принципе, принимаете экзамены не только у работников управляющих компаний. То чисто теоретически ТСЖ может послать своего председателя или управдома, чтобы он подтвердил свою квалификацию, ему больше доверяли жильцы, да? Круг лиц вообще не ограничен. То есть вы, я, любой житель Хабаровского края может прийти к нам по заявлению, пройти тест и определить свою компетенцию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. А если, вот, например, собственники жилья сомневаются в компетентности руководителя управляющей организации? Вроде бы, как бы работает, вроде бы не планировали менять, да, управляющую компанию. Но есть сомнения, могут ли они потребовать, чтобы вот этот человек подтвердил свою квалификацию? Дело в том, что наличие квалифатистата, оно заносится в реестр, и оно опубликовывается у нас на сайте Главного управления. Поэтому, да, могут проверить собственники наличие квалифатистата. А были ли случаи, когда сами владельцы квартир приходили? Я думаю, что были, потому что, ну, мы, как бы, не отслеживаем, да, дальнейшую судьбу человека. Вот становится ли он директором? У нас достаточно большой круг лиц, которые сдали квалифатистат, но не стали директором управляющей организации. Поэтому, конечно, с точки зрения правовой грамотности, наверное, собственникам тоже стоит попробовать. Но нужно задаться вопросом, а если вы не хотите управлять организацией, и если вам не нужен вот этот официальный документ, подтверждающий вашу компетенцию, есть другие сервисы, которые почти идентичные предоставляют условия, то есть вы в режиме онлайн проходите, и плюсом идет то, что на каждый неправильный ответ всплывают окна, которые позволяют установить, в чем же у вас была допущена ошибка. Такие сервисы тоже есть, и можно ими пользоваться свободно. А я прав, что вот те, кто не сдает этот экзамен, попадают в реестр дисквалифицированных лиц? Нет, это неправильно. В этот реестр попадают те лица организации, либо которые были лишены лицензии по решению суда, либо те лица, которые также по решению суда просто дисквалифицированы на основании административного производства. Вот вы знаете, не подтвердил, не то что первый раз пришел, не подтвердил руководитель управляющей компании свои компетенции, соответственно, он не может занимать эту должность. А что происходит с домом, который обслуживается этой управляющей компанией? То есть, получается, она осталась без головы практически. Вот, к сожалению, это, наверное, самый частый случай, если уж говорить не о преднамеренном нарушении, когда просто назначают директора, который не имеет квалифатистат, а когда квалифатистат истек, и, соответственно, кому-то нужно брать управление организацией. Вот это самые распространенные нарушения, которые связаны с отсутствием квалифатистата. К сожалению, такие случаи есть. Вообще, конечно, по-правильному наемного работника нанимать. Но у нас организации идут по другому пути. Вы знаете, среди управляющих компаний Хабаровска есть одна особенная, которая обязательно будет фигурировать в нашей рубрике «Глаз народа» сегодня. ООО «МКД» управляет жильем, которое находится в муниципальной собственности. У них как бы особый случай, но вот их руководители тоже должны проходить экзамен? Конечно. Все руководители управляющих организаций, независимо от их организационной структуры, они должны иметь квалифатистат. МУПы абсолютно также должны иметь аттестат. А есть данные, как они сдавали? Конечно, есть. То есть тот руководитель, который сейчас руководит данной организацией, он обладает квалифатистатом. Так, а теперь, если жители все-таки хотят узнать, как сдавали экзамены руководители их управляющей организации, они могут где-нибудь эту информацию найти? Она в открытом доступе? Она в открытом доступе. Необходимо зайти на сайт главного управления, в раздел для юридических лиц «Государственный жилищный надзор», лицензирование МКД, и там размещены все абсолютно протоколы, которые начинались с 2015 года. Дмитрий Александрович, ну вот это... Я просто скажу, как проще найти. Мы вас не будем всякими там ВВВ, только путаются, забивайте. А Хабаровская жилинспекция, да? Это вам автоматически перенаправляется. Через поисковик, да, получается? Ну да, да, через поисковик. Проще найти. Дмитрий Александрович, ну не первый раз такие квалификационные испытания проходят руководители управляющей компании. Если посмотреть в динамике в течение лет, насколько подготовленнее, или наоборот, менее подготовленными оказались руководители управляющих компаний? Если вот посмотреть, как они преодолевают такие испытания. Ну вот в целом, если в динамике смотреть, то плюс-минус все одинаково. Примерно 60%, которые сдают, и 40%, которые, к сожалению, не обладают должным. А на чем они запариваются, если не секрет? На каких-то есть общие моменты или в принципе? Нет, дело в том, что мы не видим те ответы, на которые неверно ответил, да, кандидат. Мы уже видим конечный результат. Потому что формирует программа, она выдает уже итоговый балл, говорит, сдал, не сдал. Можно вопрос, который, ну, потребует оценочный ответ. Ну, это ваше мнение. За то время, что вот действуют новые жилищные правила, в свое время жилищный кодекс, когда принимался, было много споров, вот как, на ваш взгляд, существующая система, она себя оправдала? Ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве исправляется чуть-чуть лучше? Ну, вот вы правильно сказали, что он такой дискуссионный вопрос. Я могу судить лишь по Хабаровскому краю. Определенные, конечно, тенденции в сторону улучшения есть, но объективно, если говорить, но этого вовсе недостаточно. Вот мы бы хотели все-таки ужесточения и лицензионных требований, и вывод данного вида контроля из-под моратория. То есть это очень важно. Чтобы можно было проверять его. Конечно, чтобы можно было по каждой жалобе отрабатывать, как оно того требует. Ну, возможно, тогда вам стоит выходить в законодательную инициативу, или это больше краевым депутатам, городским депутатам? Я вам даже больше скажу, это уже сделано, все предложения направлены в федеральный центр. Так что скоро у нас, возможно, будут новости. Ждем с нетерпением просто. Ну, еще раз в конце напомню, что если вы хотите проверить, не двоечник ли руководителя вашей управляющей организации, зайдите на сайт Главного управления оригинального госконтроля, проще всего в поисковике забить Хабаровская жилая инспекция, потом вас перенаправят все равно на официальный сайт и проверите, да? А, кстати, а следующие экзамены когда будут? У нас есть расписание. Насколько я помню, где-то в 15-х числах следующего месяца будет следующий экзамен. Ну и напомним, что сдают далеко не все. Вот в этот раз от 12 человек сдали только 7. То есть, получается, почти каждый третий отсеивается. Ну что ж, у них будет возможность подумать и подготовиться еще. Спасибо. У нас в гостях был Дмитрий Александрович Зубарев, начальник Главного управления регионального госконтроля и лицензирования правительства Хабаровского окрая.